Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». Кому из нас не знаком удивительной красоты резной домик в городском парке на улице Ленина? Это Рязанский областной методический центр народного творчества. И сегодня у нас в гостях Елена Шаповская, директор этого центра, который, я надеюсь, расскажет нам о его истории и деятельности на сегодняшний день. Здравствуйте, Елена Михайловна! Здравствуйте! Ну да, действительно, место, где находится наше учреждение культуры, удивительное для города Рязани. И, наверное, каждый житель, практически каждый житель города Рязани и Рязанской области знает этот наш домик, удивительный домик деревянного зодчества, который был построен в 1905 году. Хотя история уходит и в позапрошлый век, к сожалению, он был сожжен, а потом вновь восстановлен. Это летний клуб дворянского собрания, и, конечно, это всегда являлось учреждением культуры, но в какое-то время для других, для разных слоев общества. Но с 1941 года в этом доме находился детский дом творчества, и в конце 70-х годов в этом здании уже располагался научно-методический центр народного творчества. Насколько я знаю, центр был создан в 1941 году. С какими целями он создавался тогда, и как эти цели менялись, или, может быть, наоборот, не менялись вот за текущие годы? Ну, мне бы хотелось сказать, что, наверное, позиция государства в то время была правильной, потому что все прекрасно понимают, что 1941 год — это напряженный год, это было 1 февраля 1941 года, еще война не началась. Но, тем не менее, для государства было важно развитие самодеятельного художественного творчества, та идеология, тот досуг людей, чтобы он был организован. Создавалось много театральных, хореографических, хоровых коллективов, и необходима была какая-то методическая помощь, какая-то направленность со стороны вот таких центров. Поэтому это не только в Рязанской области создавались центры, а по всей России. И, наверное, это было правильно, потому что буквально, когда началась война, агитбригады Центра народного творчества выезжали и на линии фронта, и много помогали, и поднимали дух для работников тыла. Я думаю, что и вот эта направленность, эта идеология, она сохранилась, и она сохранилась потом, в послевоенное время. И мне очень приятно, что традиция, что история, и, может быть, в какой-то мере консерватизм сохранился до нынешних дней. И по нынешний день в Рязанской области действует очень много коллективов художественной самодеятельности разной направленности. И, конечно, появляются новые направления уже в современном мире, и в нашей деятельности появляется очень много новых направлений. Мне бы хотелось сказать, что, конечно, история уходит, и, наверное, одним из главных направлений нашего центра, причем это прописано в уставной деятельности, это сохранение традиционной народной культуры Рязанского края. И в этом плане, конечно, мы прилагаем все усилия, весь наш творческий коллектив, для того, чтобы вот это наследие, наследие рязанской культуры, крестьянской культуры ни в коей мере не исчезло. Конечно, это фольклорные коллективы, этнографические коллективы. Мы проводим большую экспедиционную работу. У нас проходят полевые исследования благодаря не только сотрудникам Центра народного творчества, но и научному составу всей России, скажем так. Мы очень ярко, плодотворно сотрудничаем с Российской академией наук, с Институтом этнологии и антропологии, с Институтом мировой литературы имени Горького, с Московской государственной консерватории имени Чайковского. И сотрудники, профессора, доктора наук выезжают в эти исследования, выезжают к нам в селы Рязанской области, в деревни, где работают с носителями традиций, с теми бабушками, дедушками, которые до сих пор помнят те песни, обряды, традиции, у которых сохранились костюмы, предметы быта. Все это изучается. Все это изучается по разным направлениям. И понятно, что это все остается у авторов. Это должно дойти до нынешних дней, это должно как-то материализоваться во что-то. И в Центре народного творчества с 1982 года выходит замечательное издание, Рязанский этнографический вестник, Рязанская энциклопедия, главным редактором которой является Вячеслав Васильевич Коростылев. И на сегодняшний день у нас издано таких книг 52, которые касаются этноса, культуры, традиционной культуры, самобытной культуры Рязанского края. Это и костюмы, это и пища, и жилища, и обряды, и свадьбы, и так далее, и так далее. Перечислять все это невозможно. Поэтому у кого есть желание познакомиться с этой энциклопедией, они могут прийти к нам в Центр народного творчества. Елена Михайловна, насколько я знаю, знакомите вы с традициями нашего города, нашей Родины, еще и при помощи активной выставочной деятельности. Вот кто чаще всего становится автором этих выставок и чему они посвящены? Ну, действительно, это еще одно из направлений нашей деятельности, выставочной деятельности. Я хочу сказать, что талантливых людей в Рязанской области очень много. И, конечно, они самовыражаются, у них есть потребность в том, чтобы что-то творить своими руками. Но, к сожалению, не всегда эти люди могут показать свои произведения искусства. Это действительно порой бывает произведение искусства. И, опять же, мы приходим к ним на помощь. У нас есть четкая картотека. Мы точно знаем, в каком селе кто работает, по какому направлению. И составляется план-график проведения выставочной деятельности. Безусловно, мы говорим о каких-то тематических выставках, которые посвящены, опять же, Пасхе, Рождеству. Или какая-то выставка посвящена какой-то календарной дате или особой дате в нашей стране, там, Великой Отечественной войне, Победа в Великой Отечественной войне или Первой мировой войне, о чем мы на следующий год будем много говорить. И у нас будет много мероприятий, посвященных этой дате. Вот такие выставки мы проводим тематически, где мы приглашаем к участию практически всех художников-любителей, мастеров декоративно-прикладного творчества Рязанской области. Но мы четко отслеживаем и тех людей, которые действительно очень трепетно относятся к самобытной традиционной культуре, у которых действительно появляются такие произведения искусства. И мы уже устраиваем персональные выставки отдельных художников, и эти выставки пользуются большой популярностью. С недавнего времени у нас появилось еще одно направление выставочной деятельности. Мы приглашаем к участию в наших выставках и коллекционеров. Это хобби каждого человека и увлекается. У нас были выставки, посвященные ангелу, поросятам, котятам. И вот в эти дни в Центре народного творчества проводится замечательная выставка. Ее представляет Андрей Николаевич Гаврилов из Шиловского района «Морские сказы». Она называется, где он представляет, ко вниманию зрителей, раковины. Вот различные раковины – это просто необыкновенное чудо. И я, конечно, приглашаю всех, если еще успеете, прийти посмотреть. Ну вот наступил 2014 год. Какие у вас планы работы в этом году? В первую очередь мне хотелось сказать, что этот год объявлен Годом культуры. Не только в России, но и в Рязанской области. И я думаю, что у нас очень много планов, очень много направлений работы, с которыми нам, не только нам, но и всем жителям города Рязани придется работать и участвовать. Ну, одно из главных направлений, к чему мы стремимся, и, наверное, это будет правильно, вовлекать наше население, наших людей, особенно детей, молодежь, к участию в этих праздниках, в различных фестивалях, конкурсах, смотрах, чтобы они были не просто зрителями, а чтобы они были сами участниками этих действий. Спасибо большое, Елена Михайловна. Мы желаем удачи в ваших трудах. Спасибо. Сотрудники нашей телекомпании всегда с огромным удовольствием посещают ваши мероприятия, но я думаю, что и жители нашего города тоже. Конечно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»